До наступления зимы осталось совсем немного времени, поэтому сейчас важно озаботиться проведением влагозарядкового полива на своем участке. Текущий год был достаточно засушливым, и осуществление данной операции сейчас будет как нельзя кстати. О том, чем полезен влагозарядковый полив и как его правильно производить, мы поговорим в сегодняшнем видео. Итак, для начала стоит отметить, что в большей степени в проведении такого полива нуждаются яблони, груши, кустарники и косточковые. Влагозарядковые поливы практически необходимы для легких песчаных и супесчаных почв, однако в отношении глинистой почвы все не так однозначно. Для выявления необходимости проведения данной операции в отношении глинистой почвы рекомендуется вырыть яму глубиной 30-40 см и проверить землю на количество влаги. Проверяем так, берем в руку небольшое количество грунта и сжимаем его. В случае образования при этом комка почвы можно утверждать, что во влагозарядковом поливе нет необходимости. Если же грунт при этом рассыпался, то данную операцию желательно провести. Норма полива дерева зависит от его возраста. Если ему меньше 5 лет, то вносим около 30 литров воды. Для растений постарше можно вносить до 150 литров. Хорошо пропитанная влагой почва меньше промерзает в течение зимы, делая растения более морозоустойчивыми. Также наличие влаги в грунте позволяет корневой системе развиваться на протяжении всего периода заморозков. Исходя из приведенных фактов, каждый сможет сам решить, осуществлять ли влагозарядковый полив этой осенью или же в этом нет необходимости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова